Сегодня я хочу перевести немножко лекцию профессора Сэма Вагнина от идеализации до обесценивания. И то, что и идеализация, и обесценивание является абьюзом. В этой лекции профессор Сэм Вагнин говорит, почему для нарцисса любовь это всегда насилие. И почему он, нарцисс, относится довольно-таки мило и приветливо к тем, кого он не любит и подвергает насилию именно своих близких. Родителей, детей, то есть в семье идет насилие. То есть он милый с соседями, будет со всем улыбаться, а в семье он будет тираном. И переведу немножко комментарий одного нарцисса с форума, по которому говорится, почему к нарциссу нельзя возвращаться, если вы ушли в неконтакт. Сэм Вагнин начинает свою тему. Почему вдруг, он отвечает на вопрос подписчиков, почему вдруг нарцисс вас подвергал насилию, жестокости и так далее, а потом вдруг резко стал с вами хорошей, милой, приветливой и так далее. Это может говорить о том, что вы перестали быть для него фантазией. Потому что когда вы для него фантазия, вы находитесь в разделенном фантазии, ему необходим абьюз. Когда он вас идеализирует, и когда он вас обесценивает, он вас абьюзит. Происходит это по двум причинам. Как я уже раньше рассказывала, у нарцисса был родитель, который нефункциональный, то есть который не мог дать ребенку то, что ему нужно. То есть любовь, принятие, эмпатию, сочувствие, сопереживание, эмоциональную поддержку, хорошее отражение, все это нарцисс не получил. И он решил справляться со своими проблемами сам. Для этого он придумал себе вот фантазийную некую мать. Это вот что-то похоже на добрую фею из сказки Золушка. Вот она пришла, добрая фея, и превратила жизнь в сказку. И у него есть вот этот идеализированный образ в голове. Он держит. И он себя создал по образу и подобию этой волшебной феи. Я дочь или сын вот этой волшебной феи, волшебницы. Соответственно, я волшебник, у меня есть волшебная палочка, и все должно происходить так, как я хочу, потому что у меня волшебная палочка. И именно из-за того, что нарцисс считает себя богом и волшебником, ему очень тяжело найти партнера. Какой может быть партнер у бога? Естественно, богиня. Богиня. И вот он, когда приходит, встречает вас, он начинает фантазировать. Вы для него фантазировать, что вы тоже богиня какой. Вот эти детские фантазии переносят на вас. Но фантазии, они же все-таки не шизофреники, они видят реальность. И нарцисс начинает замечать, что вы как бы не волшебница, вы не всемогущая такая, вы не фея из этой сказки Золушка. И он начинает вас подвергать насилию. С помощью насилия он заставляет вас быть такой, какой он на себе нафантазировал в детстве. Естественно, ни один человек не может быть вот этим фантазийным героем. И поэтому абьюз будет бесконечный. Что бы вы ни делали, ему он не будет удовлетворен. Плюс, если существует вторая проекция, нарцисс может перенести на вас образ родителя. Тогда это будет не любовная бомбардировка, а впадение в травматическую связь. Либо это происходит сразу, либо через какое-то время. Тогда он переносит образ реального родителя. А так как реальный родитель был травмирующим, абьюзивным, и у нарцисса к этому родителю очень-очень много претензий, все эти претензии всплывают на поверхность. Он начинает вас атаковать по этой причине. Но все-таки эти отношения более стабильны, потому что там образ не идеализирован. И он не ожидает от вас каких-то чудес. Чудес чудесных. То есть он видит вас реальному. Он даже видит вас гораздо хуже, чем вы есть на самом деле. И если вы не абьюзите его, он ожидает от вас абьюз. Если этого абьюза нет, он будет этот абьюз провоцировать, потому что ты как-то подозрительно добрая, или подозрительно хорошая, что-то здесь не так, какой-то подвох у него, начинается паранойя, и он абьюзит вас, исходя из этой паранойи. Вот это, кстати, более таким пограничникам свойственно, когда они особенно, они во всех видят монстров, потому что родители были либо монстры, либо какие-то нарциссы, либо что-то еще. И вот эти оба образа токсичны, и иногда это может смешиваться. То он на вас реальную мать проецирует, то вот эту фантазийную по-разному. Но чаще всего это разделено. Вы либо реальная мать, и если вы начинаете его реально абьюзить, то есть отвергать, подавлять, то с него спадает корона, он входит в состояние ребенка, и он начинает под вас подстраиваться, и опять заслуживать ребенка. То есть у него происходит регресс психики в детское состояние. И многие нарциссы говорят, что они в этом состоянии, когда они встречают вот такого родителя, который похож на реального родителя, а не вот этого фантазийного, они испытывают очень сильные чувства. Да, они очень негативные, это чувство тревоги. Вот нарцисс Денис, нарцисс Сар, эти чувства описывали, что это состояние какой-то жуткой тревоги, жуткого страха, но одновременно очень сильные эмоции, потому что нарцисс возвращается в свое детское состояние, когда он испытывал эмоции, и эти эмоции были подавлены. И когда нарцисс встречает образ реального родителя, он возвращается в детство и начинает ощущать эти эмоции, которые были подавлены. И это очень сильное состояние, эмоционально заряженное состояние. И когда нарцисс уже, например, вас по каким-то причинам не только обесценил, но и утилизировал, то есть он избавился не только, обесценил не только вас, но и про интроект, который есть в вашей голове, он может к вам начать хорошо относиться. То есть он ровно, то есть он к вам ровно начинает дышать, то есть без этих самых, без всяких, без всякого абьюза. И вот нарцисс Сэм Вакнин именно таким образом объясняет, почему нарцисс может резко стать хорошим для партнера. И, кстати, именно на этом основано то, что некоторые нарциссы довольно-таки могут нормально жить в браке с кем-то, с кого они не любят. И чаще всего так и бывает, что они живут в браке именно с теми, кого не любят. Потому что любить, любовь у них связана с эмоциональной дезрегуляцией, и эмоциональная дезрегуляция не может быть в стабильной семье. Они это начинают понимать, как бы так вот, начинают рационально мыслить. Плюс нарциссы после там 30, 30, 35, 40 начинают понимать уже, что вот эти детские фантазии, которые их одолевают о прекрасном принятии принцессе на белом коне, это не реальность, что они это найти не могут, и они начинают смиряться и уходить в какие-то другие зависимости. Они могут уходить в алкоголь, наркотики и так далее, и тому подобное. Еще я сегодня хочу зачитать комментарий одного нарцисса, который написал на форуме нарциссов. Интересная история, она очень поучительная, которая говорит, почему нарцисс нельзя возвращаться. Если вы все-таки ушли от нарцисса, нельзя ни в коем случае возвращаться. Нарцисса бросила же девушка, первая из-за своих проблем. Я был вроде в порядке, хотя я думала, ну однажды мы снова будем вместе. Иногда нарцисс, когда вы его бросаете, он думает, что все можно исправить. Это временно. Они как-то не думают, что нормальные люди, если уж расстаются, то они расстаются. Нарцисс все время думает, что это временно, еще можно все переиграть. Я пойду там погуляю, с этим погуляю и вернусь. А мамочка всегда будет меня ждать. Поэтому он тоже говорит, ну однажды мы снова будем вместе. Потом она нашла другого парня. Я этого терпеть не мог и приложил все усилия, чтобы вернуть ее, и я это сделал. И знаете, что я сделал? Я замышлял, чтобы она влюбилась. Я манипулировал ею, чтобы она обожала меня. Когда все стало идеально, то есть он начал, устроил лавбоминг, я сказал ей, что больше никогда не захочу ее видеть. То есть он устроил, он ее вернул, устроил лавбоминг для того, чтобы ее опять бросить, устроить ледяной душ, ей отомстить. То есть все это было предназначено только с одной целью. Вас, вам отомстить. Смотрите, что он делал. Я преувеличивал, как плохо она обращалась со мной, как ужасно я себя чувствовала. Я даже сказал ей, что был склонен к суициду, пил и много занимался небезопасным сексом после расставания. То есть он ее бросил и еще вдобавок ей там гвоздик в крышку гроба, что она во всем виновата, иногда она такая противная, что он жертва, им нравится ощущать себя жертвой. Дело в том, что нарциссы, когда вы их бросаете, они не думают, что вы их бросаете, потому что вы не чувствуете... Нормальный человек, когда бросает партнера, он бросает по таким причинам, что может быть какие-то конфликты, может быть человек чувствует себя несчастным или чем-то неудовлетворенным, либо его что-то не устраивает. Нарцисс так не понимает. Нарцисс думает, и об этом говорилось, постоянно говорит нарцисс Денис, нарцисс думает, что вы его бросили, потому что, чтобы доказать ему свое превосходство. То есть вы лучше, а он хуже. И он считает, что меня бросили, потому что я плохой, недостойный, не такой хороший, и мне нужно во что бы то ни стало восстановить свое превосходство. И он считает вас террористом за то, что вы его бросили. То есть он не видит в вас жертву, он не хочет видеть, что вас что-то не устраивает, потому что нарцисс, он концентрирован на себе, он видит только со своей колокольни, с твоей точки зрения, и все думает, что это произошло для того, чтобы не потому, что у вас какие-то некомфортные чувства, а чтобы ему назло. Вы бросили, потому что вы хотели его позлить, и что-то ему доказать. Ну, иногда так тоже бывает, но чаще всего люди бросают, потому что у них какие-то свои собственные некомфорты. И мало того, что он не пытается разобрать, в чем, собственно, был некомфорт, почему вы его бросили, он начинает перекладывать, виноватить вас. Вот. Что ты меня довела до слуицида, что ты меня до алкоголизма. И жертва находится вообще в полном недоумении. Ей было плохо, а тут оказывается, она еще такая гадина, она во всем виновата. То есть это самая настоящая пляска на костях называется, нарцисса. Он специально хочет вызвать чувство стыда. Так. Хотя он в этот момент прекрасно знает, что это было неправда. Я был в порядке после расставания. И хотя я очень ревновал с тех пор, как она начала встречаться, я сомневаюсь, что это кто-то видел. То есть он вообще не переживал это расставание. Он не переживает. Но он сделал так, что это была какая-то трагедия. Запомните, нарциссы, пограничники, истерическая, и зависимая, и антисоциальная, это эмоционально-драматический кластер. Это театр, драма и комития. Они могут высосать драму, преувеличить абсолютно на пустом месте. Не верьте в то, что они говорят. Хотя на самом деле он вообще не страдал. Ему просто бесило. У него просто упала самооценка, и он решил, ну как нарциссы так решают, если у меня какие-то проблемы, то у этой проблемы есть имя, фамилия и отчество. Они не понимают, что это его внутренние проблемы связаны с его расстройством личности. Он думает, что вы виноваты, в этом кто-то. И если вы виноваты, то вас нужно наказать. Я сказал, что он только что сейчас понял, насколько она токсичная, как мало ей, и что ей до меня все равно, и вообще, какой она ужасный человек, как она разрушает жизни. В общем, он ее заставил чувствовать себя ужасно. Поэтому, когда этим самым, то же самое занимается нарцисс Денис. Он возвращает для того, чтобы бросить. Кстати, у нарцисса Дениса вот была девочка-пограничница, она с ним делала то же самое. То есть, они встретились, она ему объяснилась в любви, как она его любит туда-сюда. И он что сделал? Никогда не объясняйтесь нарциссам в любви, потому что после этого он взял и ей изменил. Причем делал это демонстративно, триангуляция. Что она сделала? Она сделала вид, что она это проглотила. И через неделю они воссоединились, и он такой довольный, что типа вот, смотри, я доказал ей свое превосходство. Она проглотила. Вот это унижение. И она берет и начинает изменять, и изменила ему с каким-то другом. И потом его бросила. Все. Она теперь зазноба всей его жизни. Он ее любит. Он залил соплями, слезами весь YouTube о том, как он ее любит. Все. Теперь она теперь зазноба. Зазноба. Именно поэтому нарциссы и пограничники так хорошо друг с другом спиваются. От слова петь. Спиваются. Хотя иногда и спиваются, снаркоманиваются и так далее. Так что если к вам вот так вот начал кто-то вас что-то виноватить, они еще, кстати, называют, у них есть термин виноватить и шеймить. Это стыдить. Стыдить и виноватить. То есть вызывать какие-то чувства, что ты во всем виновата, а я такая жертва. Они любят играть роль жертвы. Но это более пограничное. Но все нарциссы у них есть пограничная составляющая. Так что имейте в виду.